В 80-х годах мексиканский ученый Роберт Прайс выдвинул гипотезу о том, что Даурсон является троей, о которой, собственно, и писал Гомер в Элиаде. Эту стену возвели 3700 лет назад. На вопрос, кто построил Даурсон, археологи пока не имеют ответа. Здравствуйте, друзья, я Михаил Петренко, это программа «Полетели». И сегодня я нахожусь в Боснии-Герцеговине. Причем оказался здесь совершенно случайно. Снимая другой проект «Монтенегро. Один день вместе с» меня пригласила в гости в Боснию Елена, живущая здесь и знающая эту страну как свои пять пальцев и влюбленная в нее. Вместе с ней мы расскажем о том, куда здесь можно и нужно сходить, съездить, где и что посмотреть, поесть, купить и так далее. То есть практическое пособие или видеогид для умного туриста. Справка. Босния-Герцеговина – государство в юго-восточной Европе. На севере, западе и юге граничит с Хорватией. На востоке – с Сербией. На юго-востоке – с Черногорией. Население – 3,5 миллиона человек. Столица – город Сараева. Обычно одна серия программы «Полетели» – это один день в стране, чтобы вы могли понять, что можно успеть за этот день и во сколько он обойдется. Но на этот раз мы отойдем от этого принципа и разделим наше путешествие по темам. Древняя Босния-Герцеговина – современная, религиозно-философская, вкусно-гастрономическая и красивая. То есть самые красивые и необычные места, которые мы покажем в одном выпуске. А начнем мы с загадочного прошлого страны. Внутри вот этой стены находился Акрополь. Там, где мы сейчас стоим, вот на этом месте, скорее всего, был храм. Каким богам поклонялись даурсы, до сих пор неизвестно. Среди самых интригующих загадок герцеговины – древний город со стенами из циклопических камней. Местные жители называют это место Градина, от слов «град» – город. И только полвека назад удалось выяснить настоящее название древнего города – Даурсон. Эту стену возвели 3700 лет назад. На вопрос, кто построил Даурсон, археологи пока не имеют ответа. Позже, в IV веке до н.э. сюда пришли даурсы. И на развалинах древнего Даурсона построили свой город. Поселение на месте Даурсона существовало еще в Бронзовом веке. Самые ранние находки относят к XVI веку до н.э. Дальнейшая история несколько более ясна. Например, с IV века до н.э. долину Неретвы населили даурсы – одно из иллирийских племен. Особыми военными доблестями даурсы не отличались, зато были отличными торговцами. В Даурсоне активно проводили археологические исследования. Нашли очень много интересных артефактов. Среди прочего, нашли монетки, на которых было написано «даурсон» по-гречески. На одной стороне был изображен какой-то дяденька в смешной шляпе, а на другой стороне – ладья. Несколько лет назад в хуто-вамблате нашли древнюю ладью, которая полностью повторяла тот рисунок на монетке. То есть это доказательство, что здесь действительно жили племена даурсов, они были торговцами, они на своих ладьях плавали по Средиземному морю. В 80-х годах мексиканский ученый Роберт Прайс выдвинул гипотезу о том, что Даурсон является троей, о которой, собственно, и писал Гомер в Элиаде. Однако доказать, так ли это или нет, уже невозможно, потому что Роберт Прайс уже умер, и его теорию пока никто не взялся доказывать или опровергать. От города осталось немного, например, участок стены длиной 46 метров. На юго-западной его стороне – ворота, по углам – остатки башен. Толщина стены достигает 6 метров. Стена сложена из каменных блоков высотой от полуметра до метра и длиной от метра до трех. Каждый блок весит несколько тонн. Блоки разной формы и размеров, но хорошо подогнаны один к другому. Сейчас это место выглядит как безжизненная пустошь. Но не верьте глазам своим. На самом деле под землей здесь спрятан город. Археологи раскопали множество интересных остатков. Остатки стен, прямые улицы, площади. Нашли много интересных артефактов. Потом стала задача сохранить все, что они смогли обнаружить. Не придумали ничего лучше, как закопать снова. Нужно упомянуть, что древний город изучен далеко не полностью. По оценкам специалистов, процентов 10 его территории. Даурсон еще ждет своих исследователей. И коль скоро вы оказались в Даурсоне, загляните в деревеньку Ашаничи, где находится самая старая православная церковь в этих краях, чудом пережившая века османского владычества над Боснией и Герцеговиной. А рядом с церковью стоит уникальный памятник истории. Даже два. Вырезанные из камня, стулья для судьи и, вероятно, его советника. В 15 веке на этом кресле сидел Степан Милорадович и судил народ. Затем его сменил сын Петер. История Милорадовича тесно связана с историей России. У них не сложилась большой дружбы с османами, которые захватили эти земли. И Милорадовичи начали искать счастье в других странах, в том числе и в России. Известно, что Михаил Милорадович был одним из предводителей российской армии во время Бородинского сражения. Затем он был генерал-губернатором Санкт-Петербурга. В 1505 году у входа в церковь в Вашаничах был похоронен Ордослав Храбрена Милорадович, сын воеводы Петра. Об этом гласит вполне разборчивая надпись на надгробном камне. Несколькими годами ранее упомянутый Ордослав то ли построил, то ли отремонтировал эту церковь. На холме над Столацем возвышается крепость. Это Видожская крепость или Старий град. Почему Видожская, а не, скажем, Столочская? Видожтицей называли раньше реку Бригаву, на берегах которой построен Столац. Крепость Столацца начинали строить еще римляне в первом веке. Затем следующим крупным строителем был тот самый герцог, который основал герцог Нови и в честь которого назвали Герцоговину. А потом, когда пришли османы, они превратили эту крепость в самую мощную крепость Герцоговины. Здесь есть 13 башен, между которыми стены толщиной до 2 метров. И я сейчас стою на месте, где когда-то была мечеть, под которой находилась одна из цистерн, которых здесь аж 10 штук. Так что продержаться в случае осады здесь можно было довольно долго. До завершения османского периода крепость Столацца содержалась без особого рвения. Австрийцы, пришедшие в 1878 году на смену османам, основательно ее отремонтировали, а на самой вершине холма построили цитадель по последнему слову тогдашнего военного строительства. В 20 веке крепость постепенно разрушалась, а хозяйственные местные жители таскали из нее камни для строительства своих домов. Сейчас крепость взята под защиту государства и отреставрирована. А с 2015 года здесь проводят фестиваль средневековой культуры. Старинное оружие и быт, дотошно реконструированные костюмы и доспехи, мастер-классы стрельбы из лука, фехтование на мечах, чародейство, средневековая музыка и самое главное событие фестиваля – взятие видышской крепости. В конце 19 века австрийского археолога Карла Патча заинтересовала возвышенность рядом с городком Чаплиной в 35 километрах от Мостера. В 1899 году начались археологические раскопки, и через 4 года перед исследователями предстал большой архитектурный комплекс с остатками стен до полутора метров высотой. Мы сейчас находимся на так называемой сельскохозяйственной вилле, римской вилле, где когда-то производились продукты. И вот за мной находятся остатки пресса, пресса для вина. И когда здесь был такой большой чан, чан с виноградом, а там стояла палка такая, которая, собственно, этот виноград и давила. Этот виноград в виде раздавленного сока вытекал в посудины специальные, и потом хранилось все это здесь в больших бочках, закопанных в землю. Усадьба была построена в первом веке нашей эры. Скорее всего, ее первым владельцем был римский легионер на пенсии, переселившийся из Италии на восточный берег Адриатики. Усадьба благополучно функционировала до третьего века, когда случился большой пожар, ее уничтоживший. Позже на том же месте был построен новый комплекс. Он снабжал продовольствием город Нарону, остатки которого найдены в нескольких километрах ниже по течению Неретвы. В первые годы пятого века усадьба была разорена варварами. Среди развалин в том же пятом веке были возведены две раннехристианские базилики, материал для которых брали из руин усадьбы. Любопытно, что до наших дней от базилик остались едва заметные следы. Усадьба же сохранилась намного лучше. Некрополь Стечков-Радимля Самый, пожалуй, посещаемый в Боснии и Герцеговине. В него даже вход по билетам. В отличие от других некрополей, которые или скрыты где-то в горах, или находятся в стороне от магистральных путей, в Радимлю добраться проще простого. Стечки, то есть средневековые надгробные памятники, коих здесь аж 133, стоят прямо у дороги, связывающей Столотс с Монстром и Требене. От некрополя до Столотса всего 3 километра. Для стечков использовали известняк, который добывали неподалеку на холме Ашаничи. От некрополя до каменоломни около 800 метров. Учитывая, что многие стечки весят тонны, задача перемещения каменных блоков на такое расстояние, на том уровне развития техники, была весьма нетривиальной. На стечках по всей стране нередко встречается мотив кола, танца, наподобие хоровода. Фигуры обычно довольно статичны, но они в Радимле. Здесь они действительно танцуют. Рельеф отлично передает динамику. Самые загадочные изображения на камнях – мужские фигуры с поднятой правой рукой, причем рука непропорционально большая. Есть много версий, что бы это значило. Некоторые исследователи склоняются к тому, что эта рука – знак власти, следовательно, под стечками покоятся воеводы или другие влиятельные лица. По мнению других, это жест молитвы, а подтверждением тому – изображение Солнца рядом с рукой. Есть даже версия, что это умерший грозит кулаком своим неприятелям, мол, даже из-за гробовой доски вам буду мстить. Есть и космологическая версия, согласно которой эти фигуры – антропоморфное изображение Солнца. Поднятая правая рука символизирует восход, а спрятанная за спину левая – закат. Стрела Лука указывает на точку Зенита в день летнего солнцестояния. Так ли это? Приезжайте к стечкам 21 июля в середине дня и проверьте лично. А на сегодня это все. О других интересных местах Боснии и Герцеговины мы расскажем в следующих сериях. Не пропустите! А также подпишитесь на наш канал на YouTube, чтобы быть в курсе самых свежих новостей. Мы в Боснии, в городе Яйца. Да, по-русски это означает яйцо. По одной из версий происхождения названия этого города, местный герцог решил себе построить крепость. Поскольку он был в хороших отношениях с правителем Неаполя, у которого была крепость под названием Ова, то есть в переводе на русский тоже яйцо, он захотел себе точно такое же. И построил ее, и назвал ее точно так же, но уже по-славянски – Яйца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова